Всем привет, меня зовут Юля, и сегодня мы будем говорить про любимую классику. Эту тему я выбрала не случайно, потому что мой сентябрь внезапно начинается с классических произведений. Мне очень захотелось перечитать «Овидия и метаморфозы». Я сегодня еще буду рассказывать про этого писателя и почему я его так люблю, вернее, про этого мыслителя. И также у меня в планах два романа Стендаля – «Пармская обитель» и «Красная и черная». Я к ним только подбираюсь, но уже предвкушаю. И, в принципе, почему я решила затронуть эту тему, исполнить любимую классику, у меня созрела интересная идея для этого ролика. Вот знаете, иногда читаешь книгу и хочется ее советовать абсолютно всем. Хочется друзьям кидать ссылки на это произведение, хочется всем-всем-всем рассказывать, насколько тебе нравятся и какие это крутые книги. И вот все книги, про которые я сегодня буду вам рассказывать и советовать – это ровно произведения из такого моего списка, про которые мне хочется кричать буквально всему миру, насколько это интересно и насколько я считаю, что нужно это прочитать. В принципе, я все сегодняшние советы разбила по трем уровням сложности. Они суперусловные, но это вот такое мое представление о том, как к этим книгам нужно подходить. Во-первых, самый легкий уровень сложности – это приключенческие книги, романы. Второй уровень сложности – это произведения, про которые нужно, ну, хоть немножечко знать, прежде чем начинать их читать и иметь какие-то сведения и представления вообще, что вы берете читать. И, наконец, третий уровень сложности – это книги, трактаты, к которым нужно подходить уже с определенным знанием и с определенным багажом. Я тоже сегодня буду объяснять, где это можно найти и взять. Мы будем двигаться от простого к сложному, а вы в комментариях обязательно мне пишите книги, вот, которые бы вам хотелось советовать абсолютно любому. Неважно, даже классика это или какие-то современные произведения. Если есть что посоветовать, обязательно пишите в комментариях, будем обсуждать. Я же начну с простого, как уже сказалось, приключенческих книг. И единственное произведение, которое я вам сегодня посоветую практически вне списка – это, конечно же, приключения Шерлока Холмса. Это настолько классика приключений, что, мне кажется, вообще можно в себе взрастить любовь к детективам, прочитав только Конан Дойла. Кстати, я не случайно вспомнила про эту книгу. Я в последний месяц показывала вам это именно издание и говорила, что, наконец-то, я заполучила издание, которое мне очень хотелось иметь в своей библиотеке. С идеальными иллюстрациями, с идеальным оформлением и именно с тем сборником произведений, которые мне захочется перечитывать. И многие спрашивали, где найти такое прекрасное издание. Я лично сама покупала его в Лабиринте. И сейчас обращаю ваше внимание, что в интернет-магазине Лабиринт эта книга есть со скидкой, потому что проходит классная онлайн-ярмарка. В онлайн-формате издательства представляют важные новинки. Авторы рассказывают о книгах, художники про иллюстрации. Вы можете пройти по ссылке в описании к этому видео и сами посетить интересующие разделы. Полистать бестселлеры, почитать интервью и, конечно же, купить книги со скидками до 85%. Ну и, конечно, какая ярмарка без подарков? До 15 сентября при покупке от 1000 рублей действует мой именной промокод Юля, по которому вы в подарок можете получить классный набор магнитных закладок. Обязательно заглядывайте на онлайн-ярмарку, там очень много всего интересного. Ну а я перехожу к своему списку любимой классики и, конечно же, к советам. Я, как уже сказала, начинаю с самого легкого. И наш первый уровень сложности – это книги, которые, мне кажется, понравятся абсолютно любому. Во-первых, конечно же, это граф Монте-Кристо Александра Дюма. Это книга «Кипящий котел страстей». С одной стороны, это история о мести. С другой стороны, это множество человеческих судеб. Это жизни людей, это очень ярко описанные события, которые, казалось бы, происходили. Мало того, что не по-настоящему, так и пару веков назад. Но на самом деле книга читается, как будто все было на самом деле. Рассказывая вам и советую «Граф Монте-Кристо», мне очень кратко хочется рассказать свою историю знакомства с этим произведением, потому что я очень долго обходила «Граф Монте-Кристо» стороной. Мне казалось, что эта книга большого объема, что она наверняка будет нудной. Или даже если мне понравится сюжет, где-то она 100% провиснет. Ну, такой объем для приключенческой литературы – это довольно опасно. Стоило мне узнать главный конфликт, стоило мне познакомиться с главным героем, которого несправедливо обвинили. Моментально захотелось узнать, что будет дальше. И вот с «Граф Монте-Кристо» эта история «Что будет дальше» срабатывает постоянно. Только ты закрываешь одну часть книги, вернее, дочитываешь одну главу, и тебе хочется знать, ну что же там было. Это книга, с которой я по-настоящему провела бессонную ночь. И мне кажется, если я буду перечитывать «Граф Монте-Кристо», это будет абсолютно та же история. Кстати, я слышала от многих в рецензиях, что «Граф Монте-Кристо» действительно провисает в диалогах, что очень много бесполезной информации. Но я не знаю, как в этом произведении можно найти бесполезную информацию, если здесь каждый сюжетный поворот, каждый персонаж имеет значение. И даже если в первом томе, очень тяжело держать эту книгу, и даже если в первом томе будет казаться, что какие-то персонажи не сюжета образующие, то в дальнейшем они обязательно сыграют свою роль. И вот за эту продуманность, за эту цельность произведения, и за то, насколько потрясающе интересно «Граф Монте-Кристо» читается, я это произведение очень люблю, и мне хочется советовать его абсолютно каждому. Следующая книга из списка моего советов – это «Джейн Остин и гордость и предубеждение». Эта книга из разряда вот настолько культовых, что даже если вас не интересуют романы, английские романы, и если гордостью и предубеждением пробили вам уже просто плеш в массовой культуре, пародиями на эту книгу, какими-то интерпретациями, стоит прочитать оригинал, хотя бы для того, чтобы оценить все современные шутки, все современные интерпретации, эта книга необходима к прочтению, я считаю, и для мужчин, и для женщин. И внимание обращайте на перевод, потому что когда-то я взялась перечитывать эту книгу, не помню, в переводе автора, который оставлю имя его на экране, и была просто в ужасе. У меня перевод классический, Маршака, и я им очень-очень довольна, в принципе, в его переводе и могу советовать читать. И мой третий совет, кстати, я не сказала, что в каждой категории у меня будет по три совета, и того девять книг, плюс вот одна бонусная «Шерлок Холмс». Конечно же, мне хочется вам советовать «Унесенные ветры» Маргарет Митчелл. Это потрясающие характеры, это невероятные истории, и все это на фоне обширного исторического полотна в очень непростой период гражданской войны в Америке. В принципе, мне кажется, я очень долгое время своей жизни ориентировалась в истории США 19 века исключительно по роману «Унесенные ветры» и понимала, в чем конфликт Южных Штатов, в чем конфликт Северных Штатов, потому что здесь вся эта история подается очень-очень живо. Роман набирает обороты. Те персонажи, те герои, которые могут вас раздражать в начале, вы можете настолько кардинально поменять по отношению к ним мнение, что в конце у вас с любимчиками будут совсем не те, кто был в начале. Кстати, это еще одно издание, чем появлением своей домашней библиотеки, я невероятно довольна, потому что мне нравится вот эта классическая «Золотого века Голливуда» обложка, мне экранизация очень нравится, и, наконец-то, мне хочется перечитать эту книгу благодаря очень красивому оформлению. Следующий пункт, к которому я обращаюсь, это книги, про которые мне хочется вам рассказать немного побольше и немного вас предостеречь, что, может, них не понравится, но это по-прежнему мои любимые-любимые произведения. Во-первых, это «Михаил Булгаков» и «Белая гвардия». Это неоднозначное произведение, и здесь, конечно, мне хочется советовать его каждому, но если вам не нравятся рассказы о гражданской войне и особенно о периоде революции, вот здесь 918 год, а здесь Булгаков основывает повествование на реальной истории, на реальных судьбах, меня всегда эти истории невероятно трогают. Вот здесь также немного вбок уходя, я покажу вам еще одну любимую серию, еще одну любимую книгу из этой же темы, это, конечно же, «Пастернак» и «Доктор Живаго», но если «Доктор Живаго» — это вот любимая классика, которую очень долго можно разбирать и очень долго там находить дополнительные смыслы, очень долго копаться в характерах, то «Белая гвардия» кажется мне более прямолинейной, и советовать ее, рассказывать мне про нее хочется именно благодаря достоверности. Рукопись Михаила Булгакова «Белая гвардия» именно не сохранилась, но исторически выяснено, что Булгаков все характеры списывал с реальных людей, и сюжеты здесь реально происходили в жизни, и когда я, понимая это, читала произведения, ну, в некоторых местах действительно было очень больно, и буквально бежали мурашки. Следующее мое любимое произведение из категории «Чуть сложнее» — это «Генрик Сенкевич» и его «Камагридеши». Я обожаю Сенкевича и «Огнем и мечом», и «Крестоносцы», и, в принципе, для меня это идеальный писатель, который сочетает историческую достоверность, пусть и довольно однобоко показанную, и очень классные, драматические, приключенческие события. «Камагридеши» мне хочется выделить, потому что, во-первых, это единственная книга в творчестве Генрика Сенкевича, в которой не идет речь о Польше, и, во-вторых, потому что «Камагридеши» — это произведение, которое своим названием, своей аннотацией, я сейчас расскажу, о чем эта книга может, на первый взгляд, отпугнуть, но когда ты начинаешь ее читать, ты получаешь совершенно не то, чего ожидаешь. Книга читается невероятно современно. «Камагридеши» рассказывает нам о гонениях на первых христиан, на христианскую общину во время правления императора Нерона. И когда я, впервые, читая Сенкевича, всю его библиографию, услышала это писание, думаю, ну нет, мне точно не понравится, но когда я начала это читать, я была в таком шоке, ощущение, что персонажи, вот как будто, не знаю, они жили десятилетия назад просто в другом антураже. И так интересно изучать этот исторический период, что тебе хочется, читая книгу, постоянно гуглить дополнительные сведения. Я просто обожаю произведения, которые, когда читаешь, хочется находить что-то дополнительно. И когда ты расширяешь мир этой книги дополнительными сведениями, становится просто невероятно интересно. Если, в принципе, хоть чуть-чуть интересуетесь историей, то на «Камагридеши» я искренне советую обратить внимание. И третья книга из этой категории – это «Арчибальд Кронин» и «Ключи царства». У Арчибальда Кронина самое известное произведение – это «Замок Броуди», который я терпеть не могу, но «Ключи царства». В принципе, я Кронина люблю, но «Ключи царства» – это та книга, которая занимает определенно достойную часть моего сердца. И когда мне спрашивают про произведение, которое тебя успокоит, которое тебя поддержит, которое заставит тебя, в принципе, немного иначе взглянуть на свою жизнь, я в первую очередь всегда вспоминаю «Ключи царства». И, по сути, это история жизни священника, человека, который прошел очень нелегкий жизненный путь. Он занимался и миссионерством, он очень долгое время жил в чужой стране, привыкал к чужой культуре. И на исходе жизни не сказать, что он в очень хороших условиях оказался, но то, как он сохраняет свое жизнелюбие, то, как он относится к миру, к людям, в принципе, его жизненная философия и его поступки настолько прекрасны и настолько ложатся мне, настолько мне приходится по душе, что «Ключи царства» — это действительно одна из моих самых-самых любимых книг, даже если не брать список любимой классики. Очень советую вам прочитать эту книгу, даже если у вас есть какие-то предубеждения по поводу того, что про религиозного человека читать там может не очень интересно, «Ключи царства» — это интересность. И, наконец, я дохожу до уровня сложности просто «Хард», но не пугайтесь, книги также очень-очень интересные, просто немножечко стоит о них побольше знать. Во-первых, это, конечно же, «Овидий». Это мой самый любимый из древних писателей мыслитель. Я хочу посоветовать два его произведения. Во-первых, «Метаморфозы» и, во-вторых, «Наука любви». На самом деле, это сборник, называется «Наука любви сама». Само произведение состоит из трех книг, но книги — это не в смысле, что вот такие тома. Здесь «Наука любви» занимает совсем небольшой промежуток. Первые две — это советы мужчинам по обольщению женщин. И третья книга — это советы женщинам о том, как привлечь и как влюбить в себя мужчину, ну и как с ним вести. По сути, это такая книга наставления и книга воспитания, но сейчас к ней, естественно, не стоит относиться как к прямому руководству к действию. Просто очень интересно наблюдать, как уже в первом веке у людей были абсолютно те же стремления, абсолютно те же мысли. В чем мне видится, в принципе, сложность «Науки любви» и «Метаморфоз?» Во-первых, это произведение, написанное в стихотворной форме, и не все ее любят. А во-вторых, все-таки для современного «Глаза и уха» понятно, что даже сделанный очень круто перевод, все равно нужно к нему привыкнуть и нужно к нему адаптироваться. Но если вы это сделаете, вы получите огромную награду. И, кстати, еще про «Метаморфозы», все-таки, наверное, это из произведений Овидия, мной прочитанных, самая любимая книга. Если рассказывать, о чем это произведение, это такой сборник и переработка античных мифов древнегреческой, древнеримской мифологии. И все они здесь увязаны как бы в одну канву сюжета. Вы читаете, наблюдаете за метаморфозами, кто во что превращался в метафорическом смысле, в прямом смысле, и написано. Ну, здесь, конечно же, и прекрасный перевод, но написано это так красиво, что я строчками буквально упивалась. И когда я читаю или в данном случае уже перечитываю метаморфозы, моему мозгу становится очень-очень хорошо. Так что я вам советую прочитать статью, оставлю на нее ссылку, ну, или даже на Википедии просто статью прочитайте, из чего состоит эта книга, и получите тоже огромное удовольствие. Еще одно произведение из уровня сложности на смерти «Томас Манн и Волшебная гора». Я знаю, что даже у меня многие из друзей брали эту книгу по моим советам и обжигались, потому что я, прочитав ее на волне вот этого энтузиазма, советовала как суперинтересное, и что характеры здесь, и все так меняется, и философские концепции, которые вплетены в обычный литературный сюжет, так интересно читаются. Но все-таки, если вы не слишком разбираетесь, ну, в принципе, как и я, в политических концепциях и в политических течениях начала 20 века, лучше прочитать о том, из чего состоит этот роман, и что он из себя представляет. Вообще, Волшебная гора – это санаторий для больных туберкулезом высоко в Альпах. Туда попадает молодой человек, который изначально попадает туда, кажется, на непродолжительный срок, но он знакомится с обитателями этой волшебной горы, и на протяжении романа постепенно меняет свое мировоззрение. То ему близок становится гедонизм, то ему близок становится либерализм, и за каждое течение отвечает определенный персонаж. Ты знакомишься с конкретным человеком, но через его мировосприятие, через его глаза ты знакомишься с политическим направлением и жизненным течением. Это безумно интересно. Плюс у Томаса Мана в Волшебной горе невероятно здорово передано течение времени. Здесь многие процедуры, которые происходят в этом санатории, многие какие-то моменты описываются, ну, чуть ли не посекундно. Если будут мерить температуру, и мерить здесь могут на две страницы. И, наконец, последняя книга, про которую реально стоит почитать. Опять же, оставлю вам ссылку или на свою любимую лекцию, или хотя бы на статью, как читать божественную комедию Данте. Я вообще заинтересовалась Данте и загорелась идеей прочтения божественной комедии с помощью произведений Дэна Брауна. Я абсолютно этого не стесняюсь, потому что я не знаю, как можно самому дойти до чтения таких произведений, если у тебя нет филологического образования. И в школьной программе уж точно эти произведения, там как-то на них не застряют внимание. Поэтому хоть как-то. И когда я начала читать просто с бухты-барахты Данте, я, естественно, завязла. Но когда я почитала, что из себя представляет божественная комедия, а это такой сплав всей средневековой жизни, богословских учений, политики, религии, причем показанная не в прямолинейной форме. И кто-то в рецензиях говорил, что эта книга, по сути, о вселенной. Я абсолютно с этим согласна, пусть и не о современной, но такой памятник литературы определенно стоит прочесть. Если вы приложите вот немного усилий и разберете, о чем эта книга, после ее прочтения остается невероятное чувство наполненности и того, что ты получил, вот, не знаю, какой-то кусочек мирового знания, какой-то кусочек истории, культуры, который теперь навсегда с тобой. Это фантастическое чувство, которое я советую испытать каждому. И, конечно же, божественную комедию обязательно обратите внимание, обязательно советую прочитать. На этом мой список и мои 10 советов подходят к концу. Я жду ваших советов про книги, которые хочется советовать вот всем и каждому. И мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!